Что такое новое содержание образования, которое в Латвии планируют ввести с 2020 года? Об этом сегодня в Юрмале. Речь шла на форуме родителей. Что о нем нужно знать и как подготовить школьника к переменам, выясняла Ксения Колесникова. Эда Итыкалныни руководит школьным советом Лиелопской средней школы. Она стала инициатором и главным организатором форума родителей. Говоря с родителями в Юрмале, мы поняли, что мы очень мало знаем о том, какие перемены планируются в школах. Калныни уверена, что сердцем школы должна быть библиотека. И дети не обязаны все время сидеть за партами в классе, как это происходит сейчас. Как руководитель персонала я вижу, что навыки языков очень плохие. Так что, как бы среднего. Если мы смотрим на абсорвент хорошей школы, тогда там все в порядке. Но если мы смотрим на среднего, тогда навыки языков и способность работать в группах, в мультикультуральных группах. На форум приехали несколько десятков родителей со всех концов Латвии. Некоторые из них были членами или председателями школьных советов. От нового содержания самое, что мне кажется и для взрослых, которые учатся, это понять, что ошибка – это небольшая проблема. Если ошибку можно понять, и можно понять, как это не делать, и на следующий раз это ты не делаешь уже так, тогда это самое лучшее, что можно сделать в школе. Суть нового содержания образования родителям объясняла Занна Олыня. Она руководит процессом введения нового подхода. Она отметила, что содержание и наполнение школьной программы по сути не изменится, а лишь сместится фокус с сидения за партой на практические занятия, с четко разграниченных уроков и расписанной по часам программы, на возможность учителям самим планировать время и выбирать методы обучения. Дети будут хорошо учиться, если родители будут каждый день им спрашивать, что ты научился в школе. Если они будут действительно выявлять интерес о том, что дети учатся, чем они живут, и будут интересоваться, я бы сказала, не об оценке, но о том, что они учатся. Родители говорят, что очень ждут введения нового содержания. В том числе Сармис – отец троих детей, которые учатся в Валкской гимназии – одной из школ, которая в числе первых испытывает новый подход. В Валке это происходит довольно медленно, говорит Сармис. Не все учителя оказались готовы быстро и радикально менять свои методы преподавания. Я это очень хорошо понимаю, хоть судя по себе, в моем возрасте непросто что-то взять и поменять. Если ты все время учился или работал в одном направлении, и сейчас надо начать двигаться в другом, и там что-то совпадает, а что-то не очень, то так сразу начать наверняка не так уж просто. Новое содержание образования должно быть окончательно одобрено в 7 и 21 июня. Депутаты настояли на том, что шестилетние дети не обязаны идти в школу, и что введение новой реформы необходимо отложить на год – до 2020-го. Из-за множества нерешенных вопросов и недопонимания между участниками системы образования. Ксения Колесникова, Ян Сейтсенс, Латвийское телевидение.